Сказка Евгения Рейна о жаркой Африке и сладкой фабрике Про путешествие храброго Мика – это душистая вкусная книга Очень жарко в Африке летом, и зимы в Африке не бывает Поэтому круглый год ребята и звери в Африке хотят мороженого Вот они собрались на берегу оранжевой реки, сильный лев Симба, две обезьяны, жираф, попугай и крокодил Крокодилу хорошо, он в воду залез, а другим как быть? Но звери не унывают, ведь к ним пришел их умный товарищ Мик Я знаю, что делать, сказал Мик Мы построим фабрику мороженого Правильно, правильно, закричали звери И все вспомнили, как они в первый раз ели мороженое Его привезла обезьяна Вава, которая вернулась в Африку из зоопарка Лев попробовал и сказал О, как замечательно, как будто я спрятался в тени Нет, нет, это как будто бы подул свежий ветер, закричал попугай Совсем не похоже, возразил крокодил, осторожно перекатывая во рту последний кусочек мороженого Это как будто бы я нырнул на самое дно самой глубокой реки От мороженого всем стало так прохладно и хорошо, что звери решили никогда больше не ссориться Обезьяны обещали больше не кривляться Попугая никого не передразнивать Лев дал слово не пугать зверей Жираф сказал, что не будет больше смотреть на друзей свысока С тех пор прошло очень много времени Звери сдержали свое обещание Но им так хотелось мороженого Между тем солнце грело все сильнее и сильнее И наконец стало так жарко, что во рту у крокодила закипела вода Из его крокодильево носа, как из чайника, пошел пар И бедный крокодил заплакал горячими крокодильевыми слезами Тут звери не выдержали и стали на перебой рассуждать Как мы будем строить фабрику, если мы не знаем, из чего делают мороженое? Спросил лев О, мороженое делают из снега, который лежит на вершине гор Это так далеко, так далеко, так далеко, закричал попугай А ты знаешь, попугай, как его делают? Делают, 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 делают Но попугай ничего не вспомнил и крикнул Не знаю А ты что думаешь, Вава? Обратился лев к обезьяне Нет, я думаю, снег здесь ни при чем Важно помолчав, ответила Вава Давайте, давайте-ка вместе думать по порядку Мороженое белое, как молоко И вкусное, как клубника В тех местах, где есть молоко и клубника Наверное, можно и узнать про мороженое Но попугай услышал это, очень рассердился Чепуха, чепуха Мороженое очень холодное, значит, надо искать И вот там, где есть снег и лед И звери совсем растерялись Тогда лев обратился к Мику Как же нам быть? Мик, посоветуй, ведь ты же человек И Мик посмотрел в ту сторону Куда утекала оранжевая река И вдруг решительно сказал Дорогие звери, потерпите немного Я узнаю, как построить фабрику Замечательного, самого вкусного Самого холодного мороженого Бананового, сказали обезьяны Эскимо, сказал лев-симба Мороженое с клубникой, сказал жираф Который писал стихи И поэтому любил все самое вкусное Подумав про клубничное мороженое Он сразу заговорил стихами Когда построим фабрику, то пригласим всех в Африку И угостим мороженым Оранжевым и розовым Да-да, оранжевым и розовым, подтвердил попугай Это значит клубничным А крокодил, он ничего не сказал От того, что ошпарил себе язык Хорошо, сказал Мик Я отправляюсь в путь И стал отвязывать свою лодку До свидания, закричали звери Возвращайся поскорее Мы будем тебя ждать каждый день Крокодил утолкнул лодку хвостом И она быстро поплыла вдаль Мик поднял на мачте парус И очень пожалел, что нет у него В этом путешествии товарища Который разделил бы с ним Все трудности и опасности путешествия И пока лодка пересекала Океан Мик пел песню друзей-путешественников Поедем на север, на юг, на восток Поедем на запад, дружок И все, что в пути повстречается Нам разделим с тобой пополам Морские глубины, давай пополам Пустыни и вершины и льды пополам И если наш путь по лесам, по полям Разделим леса и поля пополам И тучи и ветры, и все километры И всякую сторону разделим мы поровну И станет тогда путешествие Приятнее и интереснее Мик долго плыл, долго пел И очень устал Наконец он причалил к берегу И лег спать Когда Мик проснулся, оказалось, что солнце уже взошло И рядом с ним на земле стоит бутылка молока На корлышке бутылки Надет румяный бублик Это, наверное, сон, подумал Мик Выпил молока и съел бублик И тут же вспомнил о бедных зверях Которые остались в Африке Мик вскочил на ноги и побежал Вдруг он увидел, что навстречу едет белая тележка А в ней запряженная лошадь Цвета кофе с молоком На тележке сидел человек В белом халате Здравствуйте, сказал Мик Вы не знаете, куда я попал? Доброе утро, малыш, сказал человек Ты находишься в стране молока Залезай скорее ко мне По дороге поговорим Мик забрался на тележку И они поехали Это была страна молока Белозеленая страна с лугами Речками и круглыми, как чайные блюд с озерами Повсюду паслись добрые коровы И воздух в стране тихонько звенел От многих струй молока Одновременно падающих ведра А что вы, откуда вы едете? Спросил Мик Я дежурный молочник, ответил человек Я разъезжаю по стране И ставлю каждому первый завтрак Молоко с бубликом? Спросил Мик Первый завтрак в вашей стране очень вкусный Спасибо Пожалуйста, сказал дежурный молочник А как попал в нашу страну ты? Я издалека, сказал Мик Рассказал о бедных зверях Которым так жарко в Африке летом Вы не знаете, как делают мороженое? Спросил Мик у молочника Нет, сказал Я никогда не думала об этом Я очень занят Ведь только кончился первый завтрак Наступает второй А за ним обед А потом полдник А потом ужин И поэтому я всегда спешу Как же мне быть, спросил Мик Может вы хоть что-нибудь знаете о мороженом? Ну ах да, спохватился молочник Конечно, о мороженом я кое-что знаю Слышал, что его делают из молока А где у вас делают мороженое? Милый Ник, ответил молочник Если хочешь, мы дадим тебе молока Сливок, масло, сметаны Даже простокваши Мы даже пришлем все это в Африку Но у нас не делают мороженого Чележка тем временем подъехала К границе страна молока Где висело большое объявление Тут начинается страна садов Всякий желающий стать гражданином страны садов Должен явиться в главный сад И на глазах главного садовника Съесть пять яблок Три груши И блюдечко клубники Тот, кто этого сделать не сможет Страну садов не принимается Может быть, для обыкновенного мальчика Съесть сразу столько фруктов трудно Но Мик не испугался Он перешел границу страны Выложено синими сливами И направился в главный сад В главном саду на главной аллее Сидел под главной яблоней Главный садовник Здравствуйте, сказал Мик Какая у вас красивая страна Скажите, пожалуйста, не знаете ли вы Не торопись, Мик, сказал главный садовник Съешь сначала все это И он указал на корзинку В которой лежали яблоки Большие как арбузы Груши длинные как дыни А клубника и ветчиной с блюдечка Другой мальчик, наверное, растерялся бы Но Мик был верным другом Он решил помочь зверям Во что бы то ни стало И съел все это Я знаю, начал Мик Что мороженое делают из молока А что еще кладут в мороженое Конечно, фрукты, сказал главный садовник Фрукты и ягоды Хочешь, я дам тебе самые лучшие Груши, и ты сделаешь из них мороженое Спасибо, сказал Мик Но я не знаю, как это она делается О нем так мечтают мои друзья И я не знаю У нас не делают мороженого Печально произнес главный садовник Но ведь у вас тоже жарко Воскликнул Мик И тебе жарко, спросил главный садовник Я очень устал от такой высокой температуры А уехать не могу Вдруг деревья поссорятся И закидают друг друга плодами Когда я узнаю секрет мороженого Я расскажу его вам, сказал Мик Это будет чудесно Обрадовался главный садовник А я пришлю в Африку самые лучшие фрукты Ты тоже попробуй апельсина А я пока подумаю, как тебе помочь И он думал целый час А Мик успел съесть апельсин И вдруг главный садовник вспомнил В мороженое кладут сахар А делают сахар из сахарного тростника Который растет в далекой сахарной стране Что лежит на другом берегу океана А вот как делают мороженое, я не знаю Куда же мне теперь идти, спросил Мик Но главный садовник так устал от вопросов Мика Что ничего не ответил Только махнул рукой И вытер пот Солба большим зеленым листом До свидания, сказал Мик И снова отправился в путь Надо послать телеграмму друзьям Подумал Мик, интересно, где здесь почта Он быстро пошел по широкой желтой дороге И скоро увидел то, что искал Это было почтовое отделение страны садов Где на телеграфной ветке сидел дятел И выстукивал телеграммы Иногда он съедал паука или гусеницу И в телеграмме из-за этого путались слова Но в общем дятел был хорошим телеграфистом И Мик послал на юг такую телеграмму Телеграмма Оранжевая река Льву Симби, обезьянам Жирафу, попугаю, крокодилу Чтоб каждый ахал В мороженом всяком имеется сахар А делают сахар в далекой стороне За океаном на той стороне Плывите сейчас же туда напрямик Завпочту и дятел Подписан на Мик А звери в это время лежали на песке У оранжевой реки и мечтали о мороженом И чем больше они думали о мороженом Тем жарче им становилось О мороженое, сказал жираф Когда же вернется Мик Он задумался и тут же заговорил стихами И ужины, и завтраки Все будет так приятно И станет в нашей Африке красиво и прохладно Но попугай вдруг перебил его Заклопал крыльями и закричал Тише, тише, к нам идет телеграмма Попугай громко прочел телеграмму Поплыли, поплыли, закричали звери И прыгнули на спину крокодила Они сначала плыли по реке Затем пересекли темно-синие океаны И наконец увидели землю Все дома там были белые А у воды росли зеленые пальмы И сахарный тростник Это была страна сахара И даже море около берега было не соленым, а сладким Звери сошли на берег И хотели расспросить жителей про мороженое Но жители в этот вечер надели маски И устроили большой сладкий карнавал Они показывали на зверей пальцами и кричали Вот это маски, совсем как настоящие Надо дать им премию И зверей повели в леденцовую башню Где заседал совет сахарных голов Совет сахарных голов очень удивился Когда привели зверей Нет, нет, но это не маски Это настоящие Заявили сахарные головы Как вы попали к нам? Звери рассказали свою печальную историю Сахарные головы слушали По их лицам катились крупные сладкие слезы Которые тут же превращались в конфеты дрожжа Жители страны сахара Укладывали эти конфеты в блестящие коробочки И дарили маленьким детям Увы, сказала самая старшая сахарная голова В нашей стране не делает мороженого Тут все сахарные головы встали в кружок И начали совещаться Они советовались целую минуту И наконец самая старая сахарная голова объявила Мудрый совет сахарных голов посоветовался И вспомнил, что в мороженое кладут сахар и орехи А сахара и орехов в нашей стране сколько угодно И поэтому мы советуем жителям сахарной страны Поделиться с нашими гостями сахаром и орехом А нашим гостям мы советуем узнать в другом месте Где делается мороженое И сообщить об этом нам И больше у нашего совета нет никаких советов Звери потанцевали еще немного на большом сладком карнавале Потом погрузили на крокодила сахар и орехи тоже И отправились к себе домой Они очень спешили, потому что боялись Ник вернется, не застанет их в Африке А Ник тем временем шел по тропинке и думал Как ему попасть в ледяную страну? Ведь мороженое немножко похоже на лед И наверное в ледяной стране что-нибудь о нем точно знают И вот однажды подул холодный ветер и принес хлопья снега И белые пушистые облака Стало очень холодно, падал снег И вокруг сверкали ледяные кубики Посередине страны стоял дом, построенный из прозрачных плиток У крыльца этого домика Мик увидел двух пингвинов Будем знакомы, сказали пингвины Мику Меня зовут Пинг, сказал один А меня Вик, сказал другой А меня зовут Мик Я прошел все страны, чтобы узнать Как же все-таки делается мороженое И тут на пороге дома появился человек В теплом пальто и рукавицах Ура, закричали пингвины Вот идет главный мороженщик Ледовик тридцать пятый Вот это да, удивился Мик Неужели вы тридцать пятый? Ну, как тебе сказать, ответил Ледовик Во всяком случае, мой папа был тридцать четвертым Главным мороженщиком А я иду к вам из Африки Там жарко круглый год и нет мороженого Я знаю, что мороженое кладут в молоко, сахар и фрукты Но я не знаю, как его делают Пойдем, сказал Ледовик И он подвел Мика к высокому памятнику Сделанному из шаров сливочного пломбира Каждый, кто попадает сюда, должен попробовать этот памятник А кто это, спросил Мик Это великий изобретатель мороженого И каждый пробует этот памятник Конечно, ответил Ледовик Правда, иногда его съедают совсем Но это не беда, я делаю новый Ледовик привел Мика в свой прозрачный дом Достал большую банку с рукояткой И начал крутить эту рукоятку изо всех сил Это была мороженица Мороженица мелодично скрипела А Ледовик пел Раскручивай без страха волшебный аппарат Скорее несите сахар Пингвины, сыпьте сахар Вот этот самый сладкий сахар Сто два колька подряд Кладите же пингвины клубнику с молоком Сначала половину, клубники половину А после всю клубнику, клубнику целиком А между стенок звонких положим синий лед И наша банка громко, нам громко подпоет Еще ведь надо много носить, грузить, крутить Чтоб в дальнюю дорогу ледышку снарядить Понял, понял, закричал Мик Сейчас я срисую, как устроена мороженица Только кто такой ледышка? Увидишь, сказал Ледовик Пингвины, позовите ледышку Ты не думай, продолжил он Что мороженое всегда так делают На фабрике есть настоящие машины И там гораздо больше мороженого И тут пингвины привели маленький пузатый холодильник Его звали Ледышкой Ты поедешь вместе с Миком, Ледышка, сказал ледовик И будешь помогать Мику и его друзьям делать мороженое А я положу в тебя пока тысячу стаканчиков мороженого Мы проводим Ледышку и Мика до Африки, сказали пингвины И вскоре они уже пересекли темно-синий океан на лодке Мика Мик очень торопился Волны и ветер помогали им угнать лодку изо всех сил Когда показались африканские берега Мик так обрадовался, что запрыгал и закричал Скоро в нашей Африке мы построим фабрику Отличного клубничного, холодного, лимонного, прекрасного африканского мороженого Приезжайте к нам и пробуйте И ветер разнес его слова во все стороны света Субтитры создавал DimaTorzok